приветствую вас на канале раиса горяченко дача сад огород цветы этот персик у нас был несколько раз героем наших видео и он у нас из серии маленьких одни называли его карликами мы покупали как колоновидный но назвать его колоновидным сложно потому что видите он в разные стороны ветки имеет колонны это должна быть колонна столб в данном случае у нас вот так такое вот дерево деревцо небольшое ему уже седьмой год седьмой сезон единственное что в прошлом году когда была сильная засуха и мороз в апреле когда цвели персики здесь у нас штук десять было всего на всего плодов а сейчас у нас в этом году уже второе ведро мы собрали этих персиков на нашем дереве очень хороший урожайный год и цвели вовремя ну и мы их защищали подкармливали рядышком с этим персиком кстати мы уже определили сорт я вам обязательно о нем расскажу и назову этот сорт правда покупали как очень хороший персик на рынке но нашли уже того кто создавал эти растения и мы знаем теперь точно что это за сорт ну а вот у нас маленькая самая маленькая деревца вот это у нас в сентябре созревают вот эти персики вот но здесь еще высота очень маленькая вот если сравнить смотрите здесь она действительно маленькая и вот уже такое высокое здесь уже метра два высоты есть у этого персика но так как нам известно что эти персики живут всего на всего лет 10 11 12 то уже сейчас взрослый взрослый этот персик и естественно уже к пенсии готовится но всем 7 лет 11 еще 4 5 лет я думаю что он прекрасно справится своим заданием он нам нравится ну с обрезка единственное что здесь не рекомендуется обрезка обрезала только сухие веточки что-то где-то подмороженные ягодки вот таким образом с ними разбираемся а сейчас я вам покажу новый сад моего из-за того что нам понравились эти персики купили новые растения новые саженцы и высадили рядышком здесь место такое подготовленное для сада хорошее солнечное мы их посадили два года назад приглашаю вас уважаемые зрители в наш новый райский садочек у меня была мечта получить свою первую пенсию на своем заслуженном отдыхе и купить саженцы персиков таких же маленьких колоновидных или карликов не важно как они называются важно что они должны быть небольшие и я нашла создателя таких растений на рынке осенью 2019 года это агроном селекционер создатель вот этих новых растений валентина петровна я не это ее саженцы когда-то продавала женщина на базаре не когда-то а в 2014 году называю все сорта одним названием но очень хорошие персики посажены саженцы в 2019 году в октябре 16 числа в плодородном моем любимом тельце сразу после выхода луны из саженного пути полнолуния все растения принялись за исключением одного похоже там место энергетически не подходит для дерева есть у нас такие два места на огороде и мы уже о них знаем я еще раз проверила в прошлом году повторно посадила еще один саженец но персик развивается очень ослабленным и посмотрим что будет дальше с ним если не получится будут там расти другие какие-то культуры или цветы нынче в маленьком райском персиковом саду персики таких сортов сувенир теперь я уже знаю название от создателя и так сувенир александр рубиновый нектарин редхевен и краисхавен в этом году на большинстве растений были первые плоды сочные ароматные сладкие плоды средне ранних сортов уже собраны а нынче зреют наливаются витаминами и соками поздние сорта рубиновый и нектарин у них интересная раскраска листьев и самих плодов но посмотрим все это новое для нас все эти сорта привиты на польском подвое но естественно какой этот подвой об этом автор ничего не говорит она имеет возможность выписывает покупает в польше и естественно занимается этим делом профессионально и все мои саженцы морозостойкие и самое главное это маленькие деревца хотя рекомендуется их высаживать на расстоянии друг от друга от 50 до 70 сантиметров и между рядами оставлять 1 метр мы изменили технологию посадки почему да потому что вот в наши первые персики мы посадили по этим рекомендациям но с годами растения разрастаются все равно шире и угнетают друг друга поэтому между ряде увеличили до трех метров два ряда у нас там всего и в ряду посадили персики на расстоянии 170 сантиметров почему мы перешли на плодовый сад с маленькими деревьями нехватка места это самое главное условие ведь на небольшом участке хочется посадить не пару сортов персиков как у нас было раньше а разные разных сортов созревания чтобы летом и осенью собирать плоды этих уникальных растений по мнению кстати ученых исследователей всего мира именно персики имеет самую большую энергетическую ценность среди всех всех плодов на планете земля плоды не только энергетически ценные но и своим составом питательных веществ в них есть яблочные винные хинные органические кислоты витамины группы b c pp микроэлементы вот такие важные для нашего организма как железо марганец магний калий а также здесь каротины пектины и эфирные масла но вернемся в наш райский садочек эти деревца очень удобны в уходе легко опрыскивать поливать собирать плоды обрабатывать эту площадь легко вместе с молодыми деревцами растут у нас тут и клубника а зимы и чеснок и лук а летом бахчевые культуры сахарная кукуруза огурцы в общем место как раз хорошо и для растений и для других культур которые здесь вмещаются и дружно здесь живут сплошные плюсы но есть один минус недолговечность и вот об этом не всегда пишут когда я рассказываю об этих маленьких деревцах срок жизни маленьких деревьев 11 13 лет я в этом минусе вижу еще один плюс за это время будут выведены новые сорта которые мы обязательно также посадим в этом маленьком саду а критикам которые опять же возьмутся за минус таких деревьев сразу отвечу словами ивана владимировича мичурина и он писал так и настоящим работникам дела садоводства явится возможность продолжать свою деятельность при новом строе быть может еще более широком масштабе лишь бы было бы искреннее желание работать для общей пользы вести дело по пути прогресса а не цепляться за прежние формы жизни и толочься на одном месте нюнить о вчерашнем дне нельзя цепляться за часть когда целое стремится вперед вот такие слова мичурина и я их просто себе выписала и они у меня в центре всех моих дел потому что именно здесь сказано важная задача для всех садоводов для всех земледельцев нужно идти вперед и не цепляться за часть когда целое стремится вперед нужно новые формы новые испытывать продолжать создавать и выращивать прекрасные растения райские сады ну а теперь пришло время назвать все-таки вот именно этот первый колонновидный персик в нашем саду который мы уже показывали рассказывали о нем имя его redhaven уникальное растение как впрочем и все персики в нашем саду и в садах любителей этого плодового дерева это феноменальное растение с восхитительными плодами я думаю что позже мы уже будем рассказывать и о сортах об особенностях сортов ну и в ближайшее время я готовлю специальное видео для того чтобы подготовить наши сады не только карликовые а все сады к зимовке которые уже вот-вот стучится очень уже быстро стучится в наши сады у нас на наши огороды поэтому будет отдельная тема ну а на этой позитивной ноте мы раиса горяченко и александр волик прощаемся с вами красивых вам райских садов у ваших домов дач и до новых встреч на нашем канале